Азаренко Шарапова. Россиянка на подаче. 15-0. Я приведу, пока идут первые розыгрыши, первые геймы. Знаете, есть все-таки статистика их выступления по итогам этого турнира, а для и той, и другой теннисистки это первый турнир на грунте в сезоне этого года. И некоторые циферки можно будет подвести. Ничего себе. 30-0 Шарапова. По эйсам преимущество у Шараповой. 16 эйсов сделала Мария и 7. Больше чем в половину меньше у Вики. Процент попадания первого мяча Мазаренко чуть-чуть, на 3%. У нее 70, средний показатель. У Маши Шараповой 67. Молодец, Вита. Здорово разобралась в этой ситуации. А вот очки, выигранные на первой подаче, ну, при 16 эйсах, которые сделала Шарапова, 71%. Ой, высокий какой процент у Шараповой на первой подаче. Не менее, я прям скажу, высокий процент. 68% показатель у белорусской теннисистки. Вторая подача. Тут, конечно, показатели разнятся. 56% у Шараповой и 40% у Вики. 40% это маловато. 40-15. 40-15. Как отчаянно сейчас сопротивлялась Азаренко. Ну, это будем объективны. Это первый стартовый гейм. Ну, и надо сказать, что Шарапова отработала его на твердую пятерку. Здорово сыграла. Еще некоторые показатели. Брейкпоинты. Маша проиграла только лишь 3 гейма на своей подаче. То есть, 3 брейка позволила сделать соперницам. У Вики побольше. У нее 9 геймов она потеряла на подаче. И процент как бы спасенных геймов, брейкпоинтовых геймов, у нее 44, менее 50%. Азаренко сейчас будет подавать. Здесь по ходу турнира на матчах Виктории всегда присутствовала группа болельщиков с белорусскими флагами. Но какие-то надписи на немецком языке, простите, не знаю. Похоже, это члены какого-то клуба. Может быть, поклонники Вики в Германии. Может быть, и так. За пределы корта уходит мяч и 0.15. Прием второй подачи. Есть такая статистика. Прием второй подачи. На второй подачи соперниц Азаренко очень неплохо сыграла. У нее 71% удачи на второй подачи. В среднем. Вот у Шараповой 46, менее 50. Сомнительный мяч. Или? Нет, Вика не стала возражать. Блестяще. Это что красиво, что здорово. И держит длину. Очень здорово держит длину поначалу. Я боюсь глазить, но практически ни одной невынужденной ошибки. Да и, честно говоря, Вика-то мало ошибается. Поэтому все, что выигрывает Шарапова, процентов на 80. Если не на 90, она выигрывает сама. 0.30. В длину. За пределы корта ушел мяч. 0.40. Первые проблемные розыгрыши у белорусской теннисистки. 3 брейк-поинта у Шараповой. Барбара Риттнер. Капитан команды Кубка Федерации Германии. Потенциальных соперниц смотрит. Ну, а как не посмотри, когда первая и вторая ракетка на корте. Первая и вторая ракетка мира. Да, причем надо подчеркнуть, что Шарапова-то Экс. Первая ракетка. Аут фиксирует судья, боковой судья. И под ноль Шарапова берет второй гейм. Гейм на подаче соперницы. Это называется брейк. И 2-0 повела Шарапова. Еще одна ошибка Назаренко. Ошибка на приеме, в общем-то не очень, так скажем, для подобных игроков Единственное, вот видите, Вика выиграла один розыгрыш Это было в первом гиме на подаче Шараповой 9-1 по маленькому, можно сказать, счету Любопытное, но в то же время и ошеломляющее начало со стороны Шараповой Удачно, почувствовала Ну вот уже ноги пошли и все сложилось весьма и весьма удачно на приеме этого мяча, этой подачи Итак, по 15 Да, какая-то заторможенность В принципе, могла сейчас Вика как-то спрогнозировать, куда будет играть Шарапова А уж что касается остановиться и изменить направление, она вполне, вполне способна Похоже, что вот такое начало немножко начинает и психологически давить на белорусскую теннисистку Неужели Эйс? Здесь мы с вами ничего не увидим, но 40-15 дают, значит был Эйс и Два геймпоинта у Шараповой Вы знаете, тут, честно говоря, такого начала от Шараповой Причем безошибочного, точного 3-0 с брейком, правда с одним ведет Шарапова в финальном матче у Вики Азаренко Три гейма Шараповой Три гейма, в которых Маша проиграла два всего-навсего два розыгрыша соперницы Такое, знаете, просто ошеломляющее начало Стремительное и в то же время точное Но Шараповой не занимать мощи в игре Это ее любимое дело Но при этом она частенько по ходу турнира, и мы отмечали это, огрешила неточностью Были промахи, были не совсем верные движения Или как бы завершение даже атаки подводило Но сейчас что-то творится уникальное Вопрос прежде всего возникает Что сейчас может противопоставить Азаренко сопернице Которое все попадает Ничкде не ошибается И играет на очень высокой скорости Интересно, какие ракурсы наши коллеги-операторы делают Играет на очень высокой скорости Она сказала, да, конечно, волнуюсь Волнительно, это же все-таки финальный матч Но так не видно Чисто внешне Я представляю, что там у нее в душе творится Такой сумасшедший теннис показывает соперница А вот одна из немногих Ну, как сказать, невынужденных ошибок Но здесь все-таки высочайший темп был обмена ударами И в любом другом случае, конечно, можно было бы сказать, что да В этой ситуации можно было бы и избежать эту ошибку 30-0 По ходу турнира мы видели И с игры, и с приема Вот так через коридор по прямой Похоже, что у Шараповой это место И это направление Это здорово пристрелено Мяч буквально в сантиметре над сеткой прошел Подача была действительно принимаемой И совершенно справедливо Сейчас Шарапова шла на мяч Играла по восходящему мячу Такую острую Похоже, комбинацию готовила соперница Сорвалось 40-15 Еще один промок Я так прикидываю Приблизительно три невынужденные ошибки У Шараповой И счет становится 3-1 Шарапова впереди Она сейчас будет подавать Но 3-1 не забывайте Это только лишь один гейм Выигранный на приеме подачи соперницы Здесь еще все может и повернуться Потому что вот эти невынужденные ошибки Которые были в этом гейме В предыдущих трех геймах Подобного не было Но играть на таком высочайшем Безошибочном Теннисе Наверное, очень сложные Не согласна, Маша Да, пришлось Призывать на помощь Судью на вышке Это первая двойная ошибка При двух эйсах Первая двойная До этого момента Процент попадания первым мячом Был 90 Вот особенно против Стофор Вот эта подача Имела колоссальный эффект Второй квадрат С высоким отскоком Общеизвестно, что Саманта Не очень-то любит играть Слева Особенно в высокой точке Так что А здесь первым мячом сыграла Тоже, видимо, какая-то задумка Будем Давайте Наблюдать за Всякими вот этими Тонкостями Тактическими Которые соперницы Друг другу сегодня Наверняка приготовили В двух последних матчах Между ними В сезоне этого года Шарапова Набрала в общей сложности Три Гейма в Австралии И пять геймов в Индиане Дважды проиграв Виктории Пятнадцать тридцать Вот она, двойная ошибочка Сказывается Пятнадцать тридцать Маленький-маленький аут Но Маша говорит Она не Не видела Не видела Где Вот Может быть Вот эта отметка Бывает так В пылу борьбы Конечно Не уследишь Ева Аздоракев Еще раз подтверждает решение Линейного судьи И счет И счет становится По тридцати А вот тут Маша Подзывает Судью Вот здесь Да Действительно Мяч в линию Но в какую Да Аут А Вика Конечно Не согласна Потому что По-моему Дальше был Отскок И Дальше Как раз Вот под Правой ногой Рядышком Но это Мое мнение Сейчас Подождем Чем Закончится Этот Разбор Полетов Все-таки Ева Аздораки Стоит На своем Мне показалось Прям В перекрестие А Вы знаете Все-таки Наверное Я так На девяносто процентов Что мяч ушел За пределы корта С той позиции Вот с той точки Которой мы с вами Сейчас Наблюдали 40-32 Вторая подача Надо В данном случае Опять же Видите Какая У нее Задумка Просматривалась Но вот Исполнение Подвело Сравнялся Счет По-прежнему 3-1 Впереди Шарапова И ровно В гейме Попадает Попадает Вот сейчас Благодарю Что против Стосор Она имела Свои положительные Моменты Особенно Когда высокий Отскок Удавалось Организовать Шараповой Ровно Сложный Сейчас Был Момент Виктории Очень сложный Момент Выбора Видите Широкий Такой Спектр Действия Был У Шараповой И по линии С продвижением К сетке Вот так Диагональ Можно было Сыграть Но надо Сказать Что Точка удара Была такая Коварная Тяжело Играть С середины Корта С низким Отскоком Третий Раз На подаче Шараповой Больше И третий Раз Она не попадает Первую Подачу Такая Реакция Как сработала Реакция У белорусской Теннисистки Бесподобно Реакция Эйс Сложнейший Сложнейший Гейм Сложнейший 4-1 Она в отрыве Вот иногда нам дают С низкой камеры Которая низко расположена Не всегда Ощущаешь Вот этот Момент Подброс Мяча Движение На мяч Да и Точку падения Мяча Не всегда Видно Ну хорошо Есть такое Понятие Как Повтор Итак Шарапова 4-1 Представляете Какой сложный Момент А три раза У нее было Больше И три раза Она не могла Попасть Первым Мячом Тут Не всякий Выдержит Такое напряжение И при счете Ровно Делает Эйс При счете Больше Делает Эйс Вот тут Запас Прочности Говорит о том Что есть Это понятие У Марии Есть Настрой Как всегда Только на победу Настрой Очень серьезный 21 минута Прошла Сначала Встреча Счет На ваших экранах 4-1 Шарапова Ведет У Азаренко Азаренко На подаче 1-4 К этому моменту Что нам дает Статистика 56% Первым Мячом Подала Белорусская Теннисистка Ни одного Эйса Но и Ни одной Двойной Ошибки Один День У нее Потерян Очень Слабый Показатель У Вики На второй Подаче Поэтому Обратите Внимание По скорости Я вот Так чувствую Где-то В районе 100 Может быть 40-150 Но она Старается Подавать Первым Мячом На второй Подаче Четыре раза Она к этому Моменту Подавала Вторым Мячом Не выиграла Пока Ни одного Розыгрыша Поэтому Старается Первую Подачу Сыграть 150 По-моему Один Километр в час Первая Подача Пусть даже И не попала Но для А вот И первая Двойная Неожиданно Шараповой Шикарный Шанс Шикарный Есть Какие-то Проблемы Со второй Подачей Поэтому Почему Пытается Играть Первым Ничем Но не Всегда Удачно 0-30 Во вчерашней Игре В полуфинале Против Петры Квитовой Просто Вот Знаете Такой Наглядный Момент Ой Две Подряд 0-40 Это Что-то Не то Я Все-таки Вернусь Вот К матчу С Петрой Квитовой Было Наглядно Видно Как только Шарапова Начинает С первого Замеча На приеме Держать Все Под контролем Скажем 0-15 0-30 Она Гейм Цепляет Если Квитова Делает 30-0 На подаче У нее Как-то Поднимается Настроение Ей Попроще Дальше Держать Розыгрыши И она Выигрывала Геймы Поэтому Здесь Ну давайте Вот Три Скрытых Сетбола У Шараповой Вика Явно Пытается Сбить Наступательный Порыв Вот этот Легкий Обмен Ударами Это На мой Взгляд Это Именно Вот Тот Момент Когда Она Пошла На Просто Удержание Мяча В теннисе Обычно Говорят Подержи Или Покачай Но тут Насчет Качания Вряд ли А Подержало Мяч В принципе Правильно Оказалось Оказалось Верное Решение 15-40 Вторая Подача Два Брейкпоинта Еще У Шараповой Два Скрытых Сетбола И Срывает Фокстат Улыбается Редко Увидишь Какие-либо Эмоции На лице Этого Специалиста Иногда Так Шепотом Пытается Что-либо Подсказать Ну Невозможно Усидеть На месте И не Внести Какие-то Корректировки Когда Со стороны Все это Видно 5-1 5 геймов Маша Набрала Во втором Матче В этом году Когда они В Индиане Играли Финал Тогда Вика Выиграла 6-2 6-3 Но Вот тут В одном Сете Уже 5 геймов Другой Вариант Тут Не на Удержание А быстренько Решила Вопрос Розыгрыша Азаренко Много Достаточно Много Спорных Мечей И Мне показалось Судя Потому что Мяч Так Задел 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 Он Как бы Отскочил В сторону Обратно В корт Вернулся Значит Он в какой-то Бугарочек Полмеча Линию Ну-ка 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 Маша Загородила Но Что В таком Случа Ошибка Линейного Судьи И Счет 0-15 Два Меча Переигрывают Вернулся КОНЕЦ Мы отмечали по ходу турнира неоднократно просто работы ног ушарапывали. Знаете, очень близка даже, близка к идеальному, я не побоюсь этого. Порой просто удивляюсь, что при таких габаритах она так мягко не только подходит, но и выходит из удара. И вот я вспоминаю вчерашний момент, она даже отходя от мяча так делала это плавно, ну просто диву даешься, и на загляденье здорово. Присмотритесь, присмотритесь, это один из важнейших элементов. Некоторые специалисты, у которых я учился, говорили, что теннисисты ноги кормят. Ну, Вик, это большой, а вот это большой срыв. При вот том прекрасном впечатлении, которое оставила комбинация разыгранной в первом розыгрыше, на фоне этого смотрится, конечно, просто как срыв. 5-1, 30-15. Туда же, по линии, не стала практиковать свою крученую в левый угол с высоким отскоком. Ну, здесь ярко вот выражена такая манера игры, не повторяться, не давать два раза, но и то же. Все время ставить перед соперницами, друг перед другом, на сопернице ставят какие-то новые-новые загадки. Ах, как ошибается, а? Неудачно. Итак, у Шараповой первый сетбол. 5-1, 40, 30. Последний раз, последний раз Шарапова выигрывала сет у Азаренко. Это было очень и очень давно. Это было аж в девятом году на турнире в Пекине. Несмотря на то, что она, в общем-то, ей записана победа в матче в Риме, в четвертьфинальном матче в прошлом году. Но там не доиграли они. Встреча у Вика снялась. Вот она. Вот она, вторая подача. Аплодисменты.